Привет всем! Вот мы начали второй перегон нашей пшеничной муки. Сам процесс заливки спирта с сердца, сборки аппарата, разгон. Я не стал показывать, потому что это все банально и бессмысленно. То есть сейчас, вкратце, там было за 24 кг муки получилось 30 литров спирта с сердца, крепостью 35% алкоголя. Значит из этого всего у нас должно получиться по расчету 10,5 литров абсолютного спирта. То есть откидываем на головы хвосты, у нас должно четко быть примерно 9, чуть больше 9 литров спирта здесь. Крепость будет, я думаю, тут 5 тарелок стоит, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, там 5-я, она ее не видно отсюда, вверху тут 5-я тарелка. Вот, значит, парашрансто перегонял, ставил сюда еще царгу, царгу ставил с наполнителем, то есть селиванинка так был наполнитель. Значит, что из этого вышло? Да, крепость я просто пытался довести до спирта, чтобы без себе привкусов было. Что получилось? 96,6 там было, 96,5 спирта. Хороший получился выход с того же количества муки, получилось с 40% 21 литр 200 миллилитров. Тут получится меньше, потому что нет такого укрепления. Тут в этой колонии, я думаю, будет где-то 94, где-то 94 будет, я думаю. Но там были какие минусы? То есть, когда тут 4-дюймовая стоит арома, да, диаметра 4 дюйма, а там 2-дюймовая царра стояла, у меня селиванинка была насадка. И получился перепад вот этот вот, постоянно плавала температура, я замучился. Там так долго все это продолжалось, думал уже отключать, но все-таки закончил. Это так растянулось во времени, что просто ужас. И новичок там, естественно, никак бы не справился. Так, больше так делать, конечно, не буду. Если, допустим, делать с большим укреплением, надо докупить еще такую одну арому, две их вместе поставить. Думаю, тут тоже 96 там будет. Ну, посмотрим. Такого укрепления не надо, в принципе. Так, что мы сейчас делаем? Сейчас колонна разогналась, мы ее оставили дефлематором, он холодный сейчас, видите. И сейчас колонна работает сама на себя. То есть, для чего это нужно? Все спирты начинают по полочке распределяться. Вверх начинают отходить наиболее легкокипящие головы. Вот, нормальный спирт начинает падать в куб. Так я буду где-то примерно минут 20-25, чтобы она на себя поработала. В таком режиме буду работать. Мощность, значит, на печке сейчас стоит полтора киловатра. Разгонял ее на трех с половиной киловатт. Потом, когда началось здесь уже роботаж начался на тарелочках, я уменьшил до полутора киловатта. Это уже практикой выведено. Если я сделаю больше мощности, у меня дефлематор вот этот двухдюймовый, он не справится. Он не будет держать. Да, думаю купить медный четырехдюймовый в будущем. Зимой эта вода холодная, он справляется, а летом будет хуже. Летом у меня на грани справлялся, еле-еле останавливал на полутора киловаттах. Вот это все. Дальше, после этого 25 минут мы так на себя работаем. Потом потихонечку, значит, придушу дефлематор. Тут кран мне вотчатый, недавно поставил такой, вместо этих пластмассовых. Эти раздалбываются, текут. Вот это уже вещь. Это комозик кран. Значит, я буду постепенно-постепенно прикручивать, ну, примерно через 20 минут. Ну, пока не поймаю, чтобы по капельной отблоголов был. Отблоголов будет проходить по пару, то есть сейчас дефлематор. Вот я его приготовил там емкость сейчас, разбил у него горошком. Слава Богу. Она, что мне нравится, это аптечная штучка, она с этими, с мерными значками. Это пол-литра, и там все размерено. Голову буду отбирать где-то, наверное, миллилитров 700, 7% примерно от абсолютного спектра. Ну, там по запаху, где-то миллилитров 700. Это растянется отблоголов, отблоголов тоже на полуто киловатра будет делать. Отблоголов растянется где-то, я думаю, часа на два с половиной. Вот. Самая противная вещь, самая противная часть отблоголов. Вроде работаешь, чтобы эту дрянь потом вылить куда-нибудь. После отбора голов, значит, дальше что будет происходить. Поставлю обычную же приемную емкость, это обычная трехвитровая банка. И увеличу скорость на печке, не трогая охлаждение, увеличу до 2,5 кВт. Можно до 3,5 кВт. Нет, 2,7 кВт отстояло. 2,8 кВт, да, оптимально 2,8 кВт. Примерно будет скорость отбора 3 литра в час. Это оптимально, то есть за 3 часа я отберу весь спирт, который сейчас есть в кубе. Ну и включимся тогда, когда я, наверное, уже отберу головы. И переключимся на отбор тела. Покажу, какая будет скорость, что изменится. Ключик все попозже. Так, ну вот, наконец-то, закончили мы отбор голов. Значит, со временем начала погода прошло. Со временем начала погода прошло. 12-40 кВт начали. Сейчас ровно 23 кВт. То есть час ушел на развон куба. 30 кВт там было соса. И 2 часа 20 минут происходил отбор голов. Отобрали примерно 750-800, может, ровно голов. Теперь мы переходим на отбор тела. Значит, уже второй пузырек. Первый этот был. Вставим помежутую емкость. Здесь обычная вода. Это будет как пробник. То есть там спорная еще фракция идет, как бы. Ну и будет просто как пробник. Я так всегда делаю. Как бы, удобно. То есть там еще РАМ-200 все берется. Вроде как уже питьевое сырье. Но заодно потом понимать, как много надо отбирать голов. И поднимаем мощь спички. Не трогаем ни деформатор. Регулировку ничего. Поднимаем до 2800. Знаю по опыту уже. 2700. Тут 2700 вводит. 2700, да. Сделаем пока 2700. Сейчас все это бурной стройкой потечет. Значит, по моим предположительным пронозам. Сейчас мы отберем сюда 200 РАМ. Это все смешаем, разболтаем. Как пробник будет. Вот. Это уже питьевая фракция, естественно. А потом в трехлитровой банке примерно со скоростью. Вот на этой мощности 2700-2900 будет мощность. Примерно банка трехлитровая в час будет собираться. Предполагаю, собрать три банки. Я думаю, так и соберу. Вот. Ну, включимся, когда надо уже будет погон подходить к концу. Там крепость замерил в консерву. Сейчас мы с вами ведь нет. Какая идет, тоже интересно будет. Так, отобрали мы что-то слишком подозрительно быстро в баночку. Вот эту вот. Где-то минут за 40-45. Три литра отобрали. Ну, это скорость больше трех литров в час. Как бы температура в воде не прыгала. Ну, поставили вторую банку. На всякий случай с двух киловатт 900 ватт уменьшил до двух киловатт 700 ватт. Хотя, и так, и так пробовал гонять. Как бы, смотри, какое сырье. Смотри, какая крепость у нас просто сосала. Сейчас мы замерим. Это очень важно делать, на самом деле. Сейчас мы замерим скорость отбора и заодно крепость какая-то сейчас идет здесь. Примерно это сейчас серединка погона, можно так считать. Так, ставим. И включаем. Вот на таком прекрасном телефоне. Включаем и секундомер. Ух, я уже хорошо. Подожди, так не надо. А то будет не точный замер. Так, секундомер готов. Нужно поставить. А, она здесь с этим... Немножко с перекосом. Так, стоп. Включаем. Та, елки-то, палки. Опять что, все, наверное, у нас не то. Сбросить его. Сбросаем. Так, теперь... Скачиваем все в банку. Нажимаем на старт. Теперь на малюшу пошло. Так, смотрим. Она довольно быстро натечет. Скорость большая. Я думаю, точно 3 литра в час. Можно же и больше. Вот такой бодренькой струйкой течет спирт. И замерим, после того, как мы замерим скорость отбора, мы замерим крепость, естественно. Какая тетет на пяти тарелочках. Я думаю, тут минутки полторы сейчас. Я думаю, течет створам. Даже вот так сделаем, чтобы стекало ровно. Тут надо набраться терпения. Тут как бы... Совсем быстро натечет все это. Да, сама всех, конечно, заинтересует, какая тут будет крепость. Совсем недолго осталось. Просто это важно для кого? Вдруг кто-то будет надумать покупать такую арому и хочет знать все технические характеристики. Что она может. На какой скорости она может работать. Какое укрепление она может дать. Поэтому, я думаю, это очень довольно-таки ценная информация. Стоит на как бы не дешево. Поэтому, хотелось бы все знать наперед. Говорится. Так, ну вот, подходит старого. Сейчас секундомер. Стоп, 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 стоп. Так, 0,136. Ну, как я и говорил. Хоп, стоп. 0,139. Сейчас мы пересчитаем, что это получается. Ну, я уже знаю по опыту. 2 минуты 100 грамм это 2 литра в час. Полторы минуты это 3 литра в час. Чуть меньше 2 литра в час. Сейчас вот так. А можно сказать. 3 литра в час. Потому что первый этап бежал немножко быстрее. Ну, это нормальная скорость для этой колонны. Вот примерно 3 литра в час надо определиться. Сделайте больше, ничего страшного. Опять, смотри, какое сырье. Сделайте больше. Ну, как бы, не совсем желательно. Если сделаете меньше скорость отбора, ну, долго, может, чем-то лучше будет. Укрепление будет обрету. Блин, я не замерил этот самый. Не замерил крепость. Сейчас мы с банки прям взорьем. Я думаю, это будет даже более адекватный замер. Замерим-ка я почти. Побольше налить, а то спиртон этот тут. Упрелся дно, не сможет утонуть. А вот он будет утонуть. Так, замерим. Рефрактом там здесь не замеришь. Есть такой прибор. АСП-3, либо китайский, неважно. Они одинаково точно показывают. Вот, как я говорил, утонул. Сейчас посмотрим, что он там и покажет. Так, вот просто была. Пока снимаю. Я вот буду. Так, смотрим. Во-первых, коррекция по температуре. Это обязательно. Потому что многие меряют в теплом воде. Но, когда у них стекает дистиллятор теплый. Мерят, у них там 96. А на самом деле, если сделать коррекцию по температуре, там все будет по-другому выглядеть. Это очень важно. Может отличаться показания на несколько процентов алкоголя. Так что, первое, мы замеряем температуру дистиллятора. Вот, может показать. Но, стакан у нас уже. 22 градуса Цельсия. Да, уже не падает. Да, замерла. 22 градуса Цельсия. И теперь смотрим. Париж совсем небольшая будет. И смотрим крепость. Так, 90. Он всегда хотел купить риометра. Чтоб показывал от 90 до 100. Очень удобная штука. Даёт. Ну, ровно 92. Скорость отбора довольно большая. 92. Ровно 92. Скоррекция по температуре. Я думаю, там будет 91,5. Там уже по отмечке. Кому интересно. 91,5. И так знаю. Будет реально её крепить. Что-то как бы... Наловато. Что, включимся. Когда уже будем отбирать последнюю банку. Я покажу, как заканчивать свет. Как отобрать хвосты. Кто это хочет заморочиться делать. Кто не хочет. Ну, что, друзья, товарищи. Наш пазл перегон подходит к концу. Сейчас собирается третья банка. Вот эта вот. Две баночки собраны. Как я всё и прогнозировал, получилось у нас 9 литров спирта. Ну, немножко больше получится. Учитывая, что мы пробник сливали туда. 200... 230 грамм сливали туда. Миллилитров, я думаю. Ну, это 9 литров плюс, скажем так, получилось. Здесь мы подготовили уже воду. Вода из фильтра с осмоса. На него ссылку я дал в описании. Хороший фильтр. Он уже почти год даёт хорошую воду. 11 литров воды. Я на глаз её заливаю. Будем мешать в этом кубике. Пивная гига просто обычная. Она отлично вымытая. Там стоял крепкий алкоголь всегда. На 300 литров. Значит, заливаю 11 литров воды. Опять спор идёт. Спирт в воду или вода в спирт. Я делаю, как бы по-научному считается, что спирт налить в воду. Делала так и так. На мой взгляд, мне кажется, что когда спирт в воду, он быстрее перемешивается. Туда подходит уже. Температуру я держу. Уже сбавил мощность. Вначале гоняли было 2,9 кВт. Сейчас там уже 2 кВт. Потому что, ну, если сделаешь больше, будут хвосты проскакивать. Расчётное всё получилось. То есть, 9 литров спирта мы сняли. 9 плюс, повторюсь. 9 200-9 300 будет. Смотрите, сколько отожжим. Сильно отжимать не буду. Я лучше сгоню с хвосты. Хвосты тоже можно перегнать. Отдельный ролик об этом сниму. С хвостов получается прекрасный, на самом деле, алкоголь. Ну, как прекрасный. Пить его можно. Срава же хвостов. Срава, вы. Дальше что? Сейчас я сжимаю. То есть, меньшее мощь спирить плитки уже убирать не буду. Сейчас 7,6,3. Всё вновь 7,6,5-7,6,6 уже заходило. Всё прекрасно. Спирт получался. Крепость там у него плавала, там, 91,5-92, так, с коррекцией по температуре. Дальше что? Залью эту воду в этот кех. И залью потом эти три баночки сюда. Всё, это взболтается, конечно. И постоит там никогда три-четыре. Потом, может, это будет употреблять с хорошей закуской. Об этом мы тоже снимем в ролик. Ну, на этом что надо сказать? Как бы всё подходит к концу. Я ещё хвосты потом соберу, как бы, ну, и об этом, как бы, снимать не совсем интересно. Он так достаточно информации. Там стоит новая партия. Опять же, там, кто просмотрел первые серии, вот, с этого количества муки, вот, три пивные керри. В них очень удобно, просто очень удобно. Здесь по 8 кг муки на каждую керри. 24 кг муки. С этого количества муки получается примерно 30 литров спирта сырца. Крепостью примерно 35-36% алкоголя. Дальше делается второй перегон. Вы получаете спирт, смотря какое укрепление. На роме меньше, там, если ставить вихучий сар, вот такое я тоже делал. Получается лучше укрепление. Ну, с этого гарантированно получается 20 литров, гарантированно 20 литров плюс, возможно, больше немножко, 40-процентного алкоголя, прекрасного, по 25 рублей за бутылку. Собестоимость в месяц электроэнергии, с затратами на муку, с затратами там на все. 25 рублей за 0,5 бутылку. Прекрасный алкоголь. Ну, и последнее. Видите, когда вот уже отжимаешь, вот, практически все перешло, это сейчас трубки сливаются. Вообще, перешлось на капельный отбор. 2 кВт стоит, арома справляется с ним этим, температура там, естественно, стоит нормальная, то есть, она как бы даже ниже стала, чем было. Смысла отбирать при таком отборе нет, там же по капельный отбор, поэтому отбор прекращаем. Те три баночки, которые мы получили сегодня, мы разбавили 11 литрной воды, сейчас все это в этой кеге находится, завтра мы замерим там крепость, я думаю, что там примерно угадал, там что-то будет, вот этот спиртик останется, насчет того, если много воды налил, вода есть, на счет того, если, скорее всего, воды надо будет добавлять, да. Ну, при таком отборе нет смысла отбирать. Я вот вам всем советую, то есть, что надо сделать. Есть уже идет такой отбор, если вы уже дрожите своим сырьем, просто тупо закрываете дефлегматор, все, и у вас пойдут хвосты. Да, вы можете засирать будете колонну там, естественно, там ничего страшного нету, зато вы заберете хвосты, с хвостов вы тоже будете получить нормальный, в принципе, алкоголь. Я так всегда делал, хвосты собираются, там соберется, мне там 20 литров, перегоню, как бы, ну, понятно, там может не совсем айс, но, скажем так, тоже нормально алкоголь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!